Острая семейная драма развернулась в Екатеринбурге. Мужчина при разводе потерял не только супругу и полквартиры, но и остался в долгу перед тещей. Она решила, с зятя есть что взять. И предъявила расписку на несколько миллионов. За такие семейные счеты можно лишиться свободы и совсем не от брачных уз, выяснила Екатерина Деменчук. Под этим документом стоит моя подпись, но я не ее расписался. Подписаться Константин может лишь под тем, что его пытаются обмануть. Теща и пока еще жена. Перед ними мужчина внезапно оказался в неоплатном долгу. Супруга, с которой он собирался разводиться, внезапно прислала ему расписку на 2 миллиона 130 тысяч. Мол, эту сумму он занял у ее мамы. Константин уверен, его подводит не память. Его подводят под монастырь. Таким способом, уверяет должник, его хотят заставить продать квартиру. У нас идет бракоразгодный процесс. Они ищут лазейки, чтобы сделать так, чтобы меня оставить без штанов, как говорится. Долгую займу она сделала так, чтобы, наверное, всю квартиру отчетить. По словам Константина, родные и так по-тихому вывезли всю мебель из квартиры, а теперь покушаются и на сами стены. 2 миллиона – это стоимость жилья при покупке. Тогда деньги вносила теща, но после продажи двух комнат, которые были в собственности Константина, миллион 700 тысяч женщине вернули. Однако сейчас она уверяет, что долг по-прежнему есть. Но говорить о нем собирается только через адвокатов. К юристам собирается идти и Константин. Правда, не исключено, что в ловушку с распиской он все же мог попасть, подписав какой-нибудь документ, не глядя. Но обвинить жену и тещу в подделке документов можно будет только, если женщины обратятся в суд. Если он, либо его представитель, адвокат, заявят о фальсификации доказательства, суд должен будет назначить экспертизу на предмет подлинности надписи и росписи. Расписка будет отправлена, оригинал именно расписки будет отправлен на почерковедческую экспертизу. Впрочем, графологи считают, на подлинность нужно проверять не сам почерк, а весь документ. Ведь сейчас с помощью сканера и принтера можно придумать любой долг. Подпись похожа, что это его, но я считаю, что она к этому документу отношения не имеет. Очень похоже, что ее действительно сюда подставили. Просто на принтере напечатали и подставили сюда его подпись. Теперь родственники, скорее всего, встретятся в суде, иначе общаться они отказываются. Итог последних переговоров – разбитая плазма до сих пор украшает стены некогда общего дома. Екатерина Деменчук, Анжела Брик, Влад Клупаев, Новости 41-го канала.